Около 500 таксистов-нелегалов действуют в городе-курорте. Такую цифру озвучили на краевом уровне. Она стала отправной. Можно создать безопасный и регулируемый рынок оказания услуг такси в течение месяца, если все контрольные и надзорные органы муниципального образования отнесутся к наведению порядка в данной сфере услуг по-другому, по-государственному. Впереди не только курортный сезон, но и мероприятия, связанные с проведением чемпионата мира по футболу, поэтому вопрос с нелегальными таксистами необходимо решать радикально. За минувший год число легальных таксистов увеличилось более чем в полтора раза, до 929. Ежегодно в городе-курорте штрафуют примерно по 250 нелегалов. Десятки машин оказываются на штрафстоянках. Многие считают, что дешевле получить лицензию. Вместе с тем закон предусматривает конфискацию транспортного средства в пользу государства. В такой практике на территории Краснодарского края практически нет. Вы должны быть первыми. Вопрос с председателем суда. По данному вопросу написано письмо. И будет проводиться встреча для того, чтобы и... Встреча будет проводиться, когда будет проводиться эта встреча. Я хочу тоже принять участие в этой встрече. С другой стороны, для лицензированных таксистов предусмотрены стоянки в центральной части города, а также возле авто и железнодорожного вокзалов. И в аэропорту, где уже есть собственная служба такси с прозрачными тарифами. При этом полицейские сообщили, что есть водители с пропусками на территорию, которые не ограничивают время нахождения. Документы действуют до 1 апреля и продлять их не будут. А на железнодорожном вокзале также планируется создать собственную службу такси. Какой-то аукцион, или как-то таким образом закрепить за железнодорожным вокзалом такси. И мы будем вместе, совместно с ними, они будут и нам помогать. И, естественно, мы будем помогать им наводить порядок. По словам главы города, времени на раскачку у городских служб практически нет. Юрий Поляков поставил задачу навести порядок на рынке такси до конца мая текущего года. Да, все должны работать легально. У нас нелегальные такси, несанкционированная торговля, контрфактный алкоголь. А потом говорим, где налоги, почему дороги не делаем. Все мы можем, если захотим. Решением совета в городе создадут специальную рабочую группу с участием представителей правоохранительных органов. Юрий Поляков потребовал конкретных действий, а не общих фраз, чтобы был результат. Поправки учли. К обсуждению темы будут возвращаться еще неоднократно. Александр Ребеко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.